Зональное совещание. В Армавире обсудили взаимодействие с предпринимателями и неформальную занятость. Основной закон 12 декабря россияне отметят 25-летие Конституции нашей страны. Актуальная тема. Депутат Единоросс, врач-онколог Федор Иншаков встретился с коллективом восьмой школы. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города. На зональном совещании трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло в Армавире, шла речь о том, как избавиться от серых зарплат и неформальной занятости. Представители 10 районов Кубани и Ассоциации объединения работодателей Краснодарского края обсудили взаимодействие с предпринимателями и то, как помочь развитию бизнеса. С подробностями Инна Лепеткина. Представители Восточной экономической зоны края 4 декабря встретились в Армавире. Члены муниципальных трехсторонних комиссий обсудили взаимодействие бизнеса, профсоюзов и власти. Оно должно быть выстроено эффективно. От доходов предприятий и высоких зарплат напрямую зависит развитие города. Только Армавир планирует на следующий год строительство крупной школы 1100 мест. Мы понимаем, что расходы бюджета увеличиваются. Мы в этом году строим быстровозводимый спортивный комплекс. Мы при поддержке администрации Краснодарского края губернатора получаем очень хороший объект и будем вводить в строй школы искусств. Это тоже расходы местного бюджета. И мы понимаем, что одной экономией, экономия на всем, оптимизируя расходы, покрыть все эти траты будет невозможно. Нам нужен рост заработных плат, нам нужны белые зарплаты, нам нужна реальная экономика. Инициатором зонального совещания стала Ассоциация объединения работодателей Краснодарского края. Ее вице-президент отметил, что самозанятые жители составляют 25% от активного населения края. Они зарабатывают на жизнь, они платят налоги и в то же время пользуются бесплатными медициной, образованием и другими социальными правами. Порядка около 600 тысяч человек представляет себя неформальная занятость на территории Краснодарского края. Мы должны создать экономические механизмы для наших предпринимателей, чтобы минимизировать эту неформальную занятость. И предприниматель мог перспективно развиваться. Против серых зарплат в этом году начало действовать соглашение о минимальной оплате труда. На уровне прожиточного минимума может быть только оклад работника, а не вся зарплата. Дополнительные выплаты и премии идут сверх минималки. Также разрабатываются другие меры поддержки сотрудников. В связи с повышением пенсионного возраста, вопросы дополнительных мероприятий, которые будут касаться поддержки защиты трудовых прав лиц предпенсионного возраста. Мы и в муниципалитеты уже направляли обращение, и на краевой трехсторонней комиссии мы обязательно этот вопрос рассмотрим. То есть мы не должны допустить такой тенденции, когда с лицами предпенсионного возраста будут расторгаться трудовые договоры только по причине того, что человек достиг определенного возраста. Нередко бизнесмены сокращают налоговые выплаты из-за трудной финансовой ситуации. Поэтому власть готова прийти на помощь предпринимателям, найти инвестора, взять льготный кредит и решить спорные вопросы с контролирующими службами. Для поддержки на местах ассоциация создала союзы работодателей в каждом районе края. Мы их создали, в итоге по три, по пять предпринимателей входят в эти союзы. То есть сегодня мы понимаем, что эти работодательские организации, они не работают. Либо не понимают, для чего они нужны, либо сам бизнес не видит в них перспектив, тогда зачем мы их создавали, либо мы с вами не можем донести до предпринимателя, зачем им нужно, и организовать соответствующую работу. Провести разъяснительную работу и привлечь к сотрудничеству планируют как можно больше предпринимателей. В Армавире зарегистрировано 3389 объектов среднего и малого бизнеса. В местный совет директоров входят 39 организаций. Инна Лепеткина и Горщинников, служба информации, телеканал РНТВ, Армавир. Другим темам. 12 декабря россияне отметят юбилей Конституции нашей страны. Основному закону исполнится 25 лет. За годы истории нашего государства сменилось 6 Конституций, но современная оказалась самой долгосрочной. Рассказывает Влада Волошина. Современная Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года путем всенародного голосования. Она является ядром всей политической системы страны. Гражданам обязательно нужно знать содержание Конституции, чтобы правильно ее применять. Армавирцы имеют представление о значимости основного закона. Конституция – это главенствующий закон Российской Федерации. Она нужна для того, чтобы регулировать отношения между людьми и между государством. Это документ, который защищает права граждан. Чтобы записаны были все права и обязанности людей, права и обязанности государства, правительства. Условия голосования, например. Чтобы защитить свои права, чтобы знать свои обязанности, чтобы уважать нашего президента, наше правительство. Ну а как? Чтобы страна жила. Конституция нужна, чтобы страна жила хорошо. Ни один законодательный акт или судебное решение не могут противоречить основному закону. Это фактически договор между государством и гражданом. В Конституции прописывается форма государственной власти, экономическая основа, юридическая, законодательная. Прописываются свободы граждан, права граждан. То есть это то, благодаря чему существует государство. Не будет Конституции, это будет просто тирания или деспотия. В России первые попытки создать Конституцию появились еще в 19 веке, но они не были реализованы. Основной закон учредили только в 1917 году. Некоторые положения сильно отличались от современных. Например, было официально закреплено классовое неравенство. Эта избирательная повестка выдана священнослужителям и подтверждала его право голосовать. Этого права он был лишен по предыдущей Конституции, и это право ему вернула новая Конституция Советского Союза. С тех пор сменилось пять Конституций в соответствии с этапами развития нашей страны. Сотрудники Краеведческого музея говорят, что по основному закону можно много узнать о государстве и гражданах. Например, Сталинская была Конституция, принята в 1936 году. Там брался курс на строительство социализма. Брежневская Конституция в 1977 году. Там уже говорилось о том, что построено государство развитого социализма. То есть вот эти вот моменты, они позволяют нам отследить политические изменения, экономические изменения в истории нашей страны. Ни одна из ранее принятых Конституций не существовала в России так долго, как современная. 12 декабря 2018 года ей исполнится 25 лет. Это говорит о том, что уже четверть века в стране сохраняется политическая стабильность. За это время у нас поменялось всего два президента. Это Борис Николаевич Ельцин, который принял Конституцию, и Владимир Владимирович Путин. Ну, был у нас еще и Медведев, естественно. Но, опять-таки, основной курс политики, основной курс власти у нас не поменялся. Поэтому Конституция у нас продолжает действовать. Если не произойдет каких-то серьезных потрясений, я думаю, что Конституция у нас останется прежняя. Раньше День Конституции был выходным. Но с 2004 года он является просто памятной датой. Однако для россиян этот праздник не утратил свою значимость. Влада Волошина, Артур Каджанян, Служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжаем выпуск. Посвящать годовщину партии активной работе с избирателями – традиция Единой России. В этом году партии исполнилось 17 лет. К этой дате народные избранники-единороссы проводили приемы граждан в круглые столы. С коллективом восьмой школы встретился депутат Армавирской городской думы, врач-онколог Федор Иншаков. В ходе депутатского часа разговор на актуальную тему он познакомил педагогов со статистикой онкозаболеваний и ответил на вопросы. Несмотря на то, что своевременные методы обследования позволяют более точно ставить диагноз, а для лечения используются последние достижения медицины, по-прежнему онкология считается основной причиной смертности, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. За первое полугодие 2018 года в Армавире от рака легкого скончались 25 человек. Причина в том, что болезни выявили уже на поздней стадии. Самолечение и привычка тянуть до последнего часто приводят к плачевным результатам. У нас нарушена связь больных с первичным звеном, отметил в своем выступлении Федор Иншаков. Медицинская помощь в районах, которые закреплены за онкодиспансером, порой оставляет желать лучшего. В последний случай 36 лет женщина, она сестра хозяйка из Удобницкой психиатрической больницы, как сейчас помню, она проезжает к нам, там 4-я стадия рака молочной железы. Я спрашиваю, вот ты когда проходила медосмотр, в больнице же обязательно, бюджетное учреждение, в апреле. Ну а у тебя же это было-было, ты показывала на медосмотре, обращала медработника, который проводил, да, они сказали, что это сучья в имя, это нужно к бабке обращаться, вот вам качество проведения периодических медицинских осмотров. В мире насчитывается 36 тысяч видов онкологических заболеваний. Из них в пятерку самых опасных входят рак легких, который все чаще возникает у курильщиков после 40 лет. Но статистику в последние годы удалось значительно снизить, благодаря антиникотиновой компании, к которой подключилась и Россия. Курение является основным поставщиком локодилка, основной поставщик. По нашим данным, по данным нашего локодиспансера, рак легких у курильщиков 21 зачаще, чем у никурильщиков. Поэтому вы можете делать его сами. На втором месте рак груди у женщины, рак толстой кишки и рак шейки матки. Рак коварен еще потому, что на родних стадиях редко проявляет себя, не болит, как говорят врачи. Профилактические обследования, регулярные медосмотры, диспансеризация позволяют выявить болезнь в самом начале, а значит вылечить или прооперировать больного своевременно. Очень часто больные ошибочно минуют кабинет участкового, самостоятельно направляясь на прием к узкому специалисту в коммерческую клинику. Именно участковый отправит строго по маршруту и сам выпишет направление к врачу или на анализы. В завершении встречи Федор Иншаков ответил на вопросы. Лариса Юровская, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Только с 3 по 9 декабря в городском дворце культуры выставка продажи женских пальто, плащей и курток от производителя. Город Пенза. Модели от ультрамодных до универсальных и практичных. Из шерсти твида, буклея, велюра. Качественный пошив по итальянским лекалам из тканей производства Италии и Турции. Покупателей ждут в ГДК с 9 до 19 часов. Это была заключительная информация. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.